очередной выпуск новостей на государственном телеканале западная армения здравствуйте сегодня в эфире нынешнее состояние и вызовы армянство джезире раз и если то что сделали с армянами не убийство племени то что же не зад он на ран прежде всего мы должны понять что жертвами геноцида являются не только убитые эдита газуян олимпийский рейтинговый турнир вторая победа артура базаяна мюзикл трек шарля ознавора представил интересную историю жизни уникального артиста на сцене и реванского оперного театра раз эль-ань сельский город расположены в северном районе провинции хасича граничащий с оккупированной со стороны турции западной армении после совершенного против армян геноцид в 1915 году стал одним из убежищ армянского народа также как дерцор там действовала начальная школа аск на такац армянская церковь сурб окоп опеку над которым взяла на себя церковь под руководством доктора ованеса саджана 2011 году до войны в сирии число армянских семей составляло около 14 они поселились там после геноцида и вели мирную жизнь некоторые были ремесленниками кто-то посвятил себя сельскому хозяйству многие занимались ремонтом электро инструментов женщины были домохозяйками воспитывали детей в армянском духе некоторые преподавали в национальной гимназии используя различные растения фармацевт по имени серпун готовила препараты в церкви сурбаков прошлом был свой священник по мере уменьшения численности населения у церкви появился свой приходский священник духовный пастырь церкви отец месроп 1 петрусян который заботился о духовных потребностей жителей позже его сменил духовный пастырь гаммишли терпсак перперян во время сирийской войны вооруженные террористические группы дважды нападали и захватывали город после первого захвата все армянские семьи отчаянно покинули растает обосновавшись различных районов джезира некоторые переехали за границу счастью после первого взятия и освобождения города у нас была возможность поехать туда и изучить ситуацию мы посетили национальную гимназию на сценах которой были следы пуль счастью ущерб был сносным также осмотрели территорию вокруг церкви у входа увидели яму засыпаны галькой по-видимому там взорвалась мина или бомба к сожалению в октябре 2019 года раз эль айн но был захвачен турецкими террористами и остается захваченным по сей день в настоящее время там нет ни одного армянина кроме врежа кишичана который самоотверженно и добровольно проживает там несмотря на переезд его жены и детей васичи он утверждал что не может жить за пределами своего родного города курирует церковь и национальную гимназию поддерживает постоянную связь викарием джезира с у клевона мегианом и ответственными лицами гимназии вестерн армения тв представляет отрывок из статьи турецкого журналиста писателя аналитика невзата он на рано от хамедия до 24 апреля опубликованный двухъязычном художественном журнале делоп издаваемым на турецком и курдских языках в статье он аран сделал краткий обзор периода правления турецкого султана абдул хамеда 2 до 1915 года а геноцидные политики и действия осуществленных против армян во время геноцида и тихоцы по пути абдул хамеда партия союз и прогресс влада турки вместе с армянскими революционерами выступала против тирании абдул хамеда комитет союза и прогресса который в 1913 году отошел от своей революционной линии в результате ямварского переворота в качестве единственной партии у власти будет последователем политики абдул хамеда по уничтожению армян и христиан с целью исламизации западной армении по словам тарика зефира тунаи комитет союза и прогресса отуречил свою программу с 1911 года и после убийства великого визеря шахмута шефкета и его идеология которую он перенес из османской империи в тюркизм уникально и стала официальной армяне стали мишенью 2 августа 1914 года когда был подписан договор германа турецкого союза я резюмирую период с августа 1914 года по 24 апреля 1915 года объявление мобилизации 5 августа на военную службу были призваны все армянские мужчины в возрасте до 45 лет как и османцы всех наций по ролям от 6 сентября 1914 года начали охранять тех кто обладал лидерскими способностями армянской нации сентября 1914 года темой врага в языке переписки были армяне спустя 6 месяцев 28 февраля 1915 года официальное заявление министра талата армяне внутренние враги вступившая в войну 11 ноября османская империя потерпела поражение от россии в 40 камыши 4 января 1915 года в ноябре в переписке губернатора битлиса ирзурума ивана с министром талатом было достигнуто соглашение о действиях с армянами из шифровки губернатора ирзурума от 1 декабря 1914 года понятно решение принято генеральным комитетом союза и прогресса с целью предотвращения армянской революции было передано ван и битлис армяне будут изгнаны со своих земель армянские солдаты были разоружены 25 февраля 1915 года 4 марта 1915 года временным законом были созданы банды состоящие из заключенной и отправлены на фронт через шесть лет заключенные были помилованы законом великого национального собрания турции 19 апреля губернатор ирзурума таксин узер изучил информацию которую он получил от губернатора вана и битлиса в ване началась армянская революция армянский вопрос должен быть решен и сообщение поступающих из вана кесаре диарбекира эля зига харберта мараша аданы эски шахира урфы самсуна и эдирне до российской оккупации 16 18 мая становится ясно что государство имело полное господство под данным 3 армии вана есть военные силы для уничтожения армян россия захватила ван 19 мая и тихадское правительство ожидая победы сосредоточилась на внутреннем враге после российской оккупации ни в одном османском документе не говорится о территории которая находилась под контролем армянских подстанцев отряды самобороны и куда государственная власть не могла проникнуть государство доминирует повсюду на встрече с журналистами директор музея института геноцида эдита кузуян отметила сегодня мы живем в век цифровых технологий невозможно изолировать турецкое общество от истории основываясь на реальных фактов с помощью простого поиска в интернете вы можете прочитать всю правду о совершено против армян геноциде наши англоязычные издания дают возможность значительно расширить нашу читательскую аудиторию также через наш сайт мы регулярно предоставляем общедоступную научную информацию наш сайт работает и на турецком языке и практически все наши материалы переводятся и распространяются именно таким образом каждый год музей приезжают граждане турции которые посещают музей благодаря чему знакомиться со своей историей печать и перевод также очень важны поскольку они написаны непосредственно людьми пережившими геноцид и очень важны для лучшего понимания геноцида в отношении армян с точки зрения воздействия и глубины а также для граждан преступного государства они дают возможность понять жертву прошедшую путь геноцида увидеть преступника в лице жертвы на вопрос спустя столетия позор геноцида нашел свои проявления в арцахе планировал или предпринимал ли музей институт что-либо чтобы поднять этот вопрос международных судах газуян ответила на территории мемориального комплекса есть два компонента связанных с историей арцаха и антиармянской политикой азербайджана там находятся могилы пяти борцов за свободу погибших во время первой арцахской войны также три хачкара посвященные насилию совершенного против армян сумга это кировада и баку в начале 1988 и 1990-х пользуясь этим обстоятельством мы также представляем всем делегациям историю арцахского вопроса связываем его с геноцидом в отношении армян и объясняем почему эти могилы и хачкары являются частью мемориального комплекса геноцид эти проявления антиармянство со стороны азербайджана и насилия в отношении армян были восприятие людей продолжением геноцида в отношении армян поэтому хачкары и могилы были размещены на территории мемориального комплекса в нашем английском журнале был опубликован специальный выпуск посвященный только арцахскому вопросу и около пяти различных научных статей о культурном геноциде сумгаицких погромов юридическом анализе арцахского вопроса также о проявлениях армянофобии пытаясь представить их всеоблемающим образом последнем томе 2023 года у нас есть еще две статьи об этнических чистках одну из которых мы написали с коллегами вторую директор института лемкина элиза фон йон де форк вице-чемпион европы артур базаян одержал вторую победу на олимпийском рейтинговом турнире по боксу столицы таиланда банконге в одном шестом финала артур базаян весовая категория 57 килограмм победил представителя иордании юсефа яшаша в отборочном раунде артур базаян победил представителя марокко и мада азула олимпийский рейтинговый турнир завершится 3 июня армянские боксеры пока не имеют путевки на олимпийские игры в париже многие знают шарля ознавура как знаменитого шансонье автора более тысячи популярных песен блестящего исполнителя и неподражаемого артиста но мало кто знает что ознавур также писал мюзиклы 24 мая национальный академический театр оперы и балета имени спиндиаряна представит к столицу шансонье красочный и впечатляющий мюзикл лотрек под уникальную музыку ознавура с прекрасными сценическими решениями яркой актерской игрой красочными и яркими костюмами мюзикл рассказывает о французском живописце 19 века представителя постимпрессионизма анри тулуза лотрека художника прожившего богатую интересную но в то же время грустную и драматичную жизнь такими были новости на сегодня мира вам и добра